Добрый день дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня очередная прогулочка моя небольшая. Плюс 7 температура. Уже можно из гор спускаться и под горы ходить. Снега нет совсем. И вообще посмотрела прогноз до конца ноября почти плюсовая. Плюс 7, плюс 8, плюс 6. Вот такая температура. А сегодня утром я надумала сделать салат. У меня хороший есть рецепт. Салат бархатный. Но не было сыра. Надо 200 грамм туда. Может меньше пойдет. Крабовые палочки. Майонез оказывается был. То это надо было купить, то уже вышла в магазин. Ну и купила кое-что. Приехали сельпо там недалеко возле нас. Опять зашла. Спросила можно снимать. Нет ни в коем случае. Если что идите к администрации и просите. Ну я как говорится человек законопослушный. С под полы не буду снимать. Ничего нет. Кто нет. Что еще камеру заберут. Кто забьют или что. Так что опять ничего не сняла в магазине. Но покажу покупки. Сегодня в сельхозы въехали. Вверх экскалатор. Вниз своими ногами. Не знаю дадут снять или нет. Не разрешили. Спросила. Не разрешают снимать. Вот только Деда Мороза все. Вот так наверх только сниму. Мандаринки купила испанские. По 25,99. Они сладкие и хорошие. Турецкие не такие. Они кислые. Сыр мне надо было купить. Сыр 200 грамм. Почем? По 85 гривен. Какой он? Российский может быть. Вот такой сыр. А такой то себе кушать сыр. У меня кончился. Видите? С дырочками симпатичный. На 33 гривны. Ну и моцарелла была. Акционная. Я ее обожаю. Редко покупаю. Но с удовольствием ем. Она 19 гривен. 125 грамм. Я ее понемножечку. Не сразу этот шарик. А знаете, понемножечку на хлебочек с маслом. Еще купила. За 20 гривен наконец-то по палочке. То она по 26, то по 25. Вот. 20,66. Средство для посуды. Хорошая очистительная. Крабовые палочки во фреше купила. 24 с копееками. Акция. 200 грамм. А смотрю в торбе. 21 гривна без акции. Ну что сделаешь. Так и будет. Хурмак. Там уж уже нашел. Шарон. Второй сорт. По 32 гривни. На 10 гривен две штучки. Еще у нас в Сильпо. Сами делают мясо. Коптят. Все вкусненькое бывает. Вот купила. На 22 гривни. Как он называется. Окист. Балык. Окист. Я забыла. Я переводила. Потом может переведу. Вкусненькое. Оно постное. Хорошее. На завтра кусочек съесть. Вообще у меня была цель еще купить опилки. А для чего? Я всю жизнь увлекаюсь шитьем. Себе шила навсегда. Что угодно. Даже молодая была. И заказчиком шила. После работы. Знаете. Вдохновение. Энергия. Есть. Шила. И курсы кройки. И шитья я окончала. И всякие журналы. Все интересовалась. И только теперь я увидела на ютубе фильм. Одна. Нет. Много их уже. Для разглажки выточек. Всяких швов. Все. Такое делается из опилок. Окорок называется. Ну такая формочка. Набивается опилками. Хорошо все разглаживается. Я пользовалась. Раньше у меня такая была подставочка. Как рукав разглаживать. Эти швы я разглаживала. Все. А я об этом не знала. Всю жизнь шить. Я вам скажу. И об этом не знать. То я хотела такое купить опилки. Потому что видела. Девочки ряд опилки. Я думаю где их брать. Но говорили. Для котов там. Для собак. Все. У нас нету. И в помине этих опилок тоже еще где увижу. Хорошая вещь. Вот я себе сейчас пуску шью. Выточки разгладить. Это отлично. Но это вообще. Жить. И курсы тройки окончить. И чтоб кто нибудь намекнул о таком. Ну говорят. Всю жизнь учись. Не стыдно учиться. Стыдно ничего не знать. Вы со мной согласитесь. На этом кончаю свое видео. Всего вам самого доброго. И заходите на мой канал. Подписывайтесь. Смотрите новые видео. Понравится видео. Ставьте лайки. И до новых встреч. И всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok